Клоуны, воздушные гимнасты, жонглеры. Обычно их мы видим исключительно на манеже. То, что происходит не его, для простого зрителя недоступно. Сегодня мы приглашаем вас за кулисья. Ну а за кулисами полнейшая темнота. Персонал программы и артисты работают практически на ощупь. Лишь иногда включают на голове лампочки. То, что происходит на манеже – волшебная сказка. Здесь тяжелый труд. И видеть его зрители не должны. Изюминка программы – это хищники, работающие без сетки и без поводка. У Сергея Нестерова на манеже работают леопарды. А вот это – белые тигры. Это молодое поколение. К ним тоже можно зайти. Сергей Александрович, вы так в себе уверены, что позволяете работать себе без сетки, без поводка и пускать в клетку? Ну, если бы не был уверен, я бы не запустил бы сюда. И вы бы здесь не стояли бы и не ощущали то, что ощущают лессировщики, будучи с хищниками на один-на-один. Поэтому есть некий адреналин, который испытывает. Если я уверен, значит, я контролирую этих животных. Ну, а здесь живут Мафа и Арчи. Они еще совсем малютки. Мафа, к примеру, весит всего тонну 200. Когда вырастет, будет в полтора раза больше. На самом деле они еще только готовятся стать звездами. Сергей Александрович, я так понимаю… Ого! Я так понимаю, что они будут выступать с этими белыми тиграми, да? Да, да, да. То есть это их партнеры. Мы стараемся, чтобы… Ну, то есть они в природе не встречаются с тиграми, с львами встречаются. И это закатые враги хищников. Ну, мы пытаемся просто их с детства приучить. С детства тигры приучить, с детства носорогов приучить, чтобы они не испытывали друг другу вражды. Но как сложно создать настоящую сказку. На манеже знают лишь только артисты. Но, наверное, это правильно. Ведь иначе цирк не был бы для нас волшебством. Ольга Маркова, Валерий Богословский. Новости. Телеобъектив. Новости. Телеобъектив.